Что такое ТОР, склеивание с проективной плоскости? А, Б, А с чертой, Б с чертой – это ТОР, Ц, Ц – это проективная плоскость. Согласен. Разрежем его по другому отрезку. Здесь будет Д, здесь будет Д с чертой. Склеиваем по Ц. Все буквы должны идти в том же порядке, но черта исчезает, и наоборот, там, где не было черты, появляется. Давайте здесь прошлое слово. А с чертой, Б с чертой, Ц, Т. А, Б, С с чертой, Д с чертой. Это правда? А, Б с чертами, С, Д без черты. А, Б без черты, С с чертой, Д с чертой. Правильно отразил. И теперь рисуй вторую часть. Без всяких отражений просто перерисовываешь. Если идти по часовой стрелке, там было так. Ц, А, Б и Д с чертой. Да, хорошо. Теперь, как я преобразую бутылку клеена, склеенная с проективной плоскостью? Была бутылка клеена Д, А, Д с чертой А. И проективная плоскость Ц, Ц. Это на верхней картине. Так, мы разрезали по линии Б и склеили по Ц. Был треугольник Ц, Д, Б с чертой. Он превратился в... Ц с чертой, Д с чертой, Б. Вот этот треугольник? Ну да, все правильно, да. Да, три изменения. Да, он действительно так преобразован. Б, А, Д с чертой. Ну да, все хорошо. Так, теперь мы должны проверить, что эти два шестиугольника это одно и то же. Почему же это одно и то же-то? А, Д с чертой, А, Д с чертой, А, Б. Какой же это шестиугольник? Д с чертой, Б, А. Да, все правильно, да. А, Д с чертой, Б, А. Да, все правильно, да. И получается то же самое. Ровно этой основной леммы нам не хватало для того, чтобы доказать вот ту самую теорему. О том, что любая поверхность без края, сфера или тор, или несколько торов, или проективная плоскость, или несколько проективных плоскостей. Она пульта была в нескольких случаях, когда вы понимали, что то, что вы сделали, это на самом деле тор плюс шток. Или это проективная плоскость, или что-то. Да, у нас там просто постепенно отделялись один за другим торы и проективные плоскости. И вот важно, что когда у вас есть тор и проективная плоскость, то это на самом деле три проективные плоскости. Спасибо. Спасибо.